Привет, друзья! С вами снова Love English Coach. Мы продолжаем наш марафон, посвященный словообразованию в английском языке. На предыдущих трех неделях мы изучали с вами приставки, суффиксы и корни. В этой лекции мы немного подробно остановимся на абстрактных существительных и на том, как они образуются. Абстрактные существительные нам необходимы для того, чтобы описывать концепты, идеи, эмоции, чувства, различные состояния. То есть все эти вещи, которые в языке менее конкретны, менее осязаемы и, как следствие, менее понятны. Итак, поехали! Агрессивность. Агрессивность, напористость, жесткость. Обратите внимание на два момента. Во-первых, это правописание. Сколько у нас удвоенных согласных? Дабл-джи, дабл-эс и второй раз дабл-эс. И второй момент. Суффиксы в абстрактных существительных в большинстве случаев прибавляются к основе прилагательного. То есть мы полностью прописываем прилагательное aggressive с буквой и на конце и потом прибавляем суффикс ness. Многие делают ошибку и убирают гласную и, когда образует абстрактное существительное. Ну, потому что оно так слышится, да? Aggressiveness. Несмотря на то, что она немая, не читается. Написать мы ее должны, поскольку она есть в основе самого прилагательного. attractiveness. Притягательная сила, привлекательность. bitterness. Горечь в переносном смысле, да? Это может быть эмоция, а может быть горечь в физическом понимании, в ощущении. Например, кофе может иметь a certain degree of bitterness. Some people like coffee which is more bitter, and other people prefer coffee that is less bitter. По-русски мы скажем горчинка или терпкость, да? Она может быть также у шоколаду, у вина. Это слово bitterness. carelessness. Небрежность, неаккуратность, невнимательность, бесшабашность. Но отрицательное значение нам указывает здесь суффикс прилагательного less. Мы помним из предыдущих лекций по суффиксам, что less нам указывает на отсутствие какой-то характеристики. Consciousness. Сознание, разум, умственные способности. На этом существителе мы немножечко более подробно остановимся на следующем слайде. Его часто путают с очень похожим существителем conscientiousness. Слово consciousness, как мы его видим на этом слайде, является синонимом слова awareness. When we are aware of what is going on around us. То есть имеется в виду нашу информированность, наше сознание или способность что-то узнавать. В маркетинге есть такое понятие, как brand awareness. Насколько люди узнают бренд. Next one is permissiveness. Вседозволенность, снисходительность к чему-то. И здесь также обратите внимание, прилагательное permissive имеет на конце букву и, которая не читается, но мы на письме должны ее сохранить, когда добавляем суффикс абстрактного существительного. Permissiveness. Как оно образовалось? Глагол to permit. Разрешать, позволять что-то. У него есть более простые синонимы to allow, to let. И permit, как вы уже, наверное, догадали, звучит немного более формально. Существительное разрешение. Permission. For example, before you do this, let's ask for his permission. Прежде чем мы это сделаем, давай попросим его разрешение. И есть еще существительное permit. Оно пишется точно так же, как глагол permit, но ударение у нас уже смещается. И таким образом образуется новое существительное permit. A permit, usually it is a residence permit. It's an official document that allows us to do something, to stay somewhere or to go somewhere. It can be a work permit, a parking permit, a residence permit. Все вот эти официально выданные документы, разрешение на парковку, на работу, вид на жительство. Residence permit. Здесь везде используется существительное permit, не permission. Next one. Tenderness. Это может быть нежность в плане проявления эмоций, проявления чувства. А может быть нежная, мягкая текстура чего-то, например, еды. Да, мы описываем наши вкусовые ощущения. This type of fish or this type of meat has a special tenderness in it. Next one is ugliness. Уродство, безобразие, некрасивость, безвкусица, дурнота. Образовалось это существительное от прилагательного ugly. На конце у него ly, и мы с вами помним по базовым правилам правописания, когда мы добавляем различные окончания в английском языке. Например, окончание третьего лица единственного числа, s или es, или окончание прошедшего времени, d и d. Если наше слово заканчивается на y, и перед y стоит согласное, то мы y должны заменить на i, и потом добавить наше окончание. И здесь как раз тот же самый случай. Ugly заканчивается на ly, l согласное, поэтому y мы убираем и заменяем ее на i. Звук остается тем же ugly, ugliness. И здесь самое время вспомнить бренд ugliness, вот этих ботинок, которые больше похожи на огромные объемные носки. Один из вариантов происхождения как раз от слова ugly. Благодаря словообразованию слово ugly также сформировало особый звук, который нам помогает в разговорной речи выражать неприязнь, отторжение, что-то вроде нашего русского фу-тьфу-гадость. For example, ag, don't eat that. Фу, не ешь это. Пишется оно ugh и читается как ag. Это одна из версий, и другая известная мне версия, если мы посмотрим на саму аббревиатуру ugg, то можно ее расшифровать как you go girl. И можно расценить ее как encouragement. Like you go girl. Типа давай, вперед, ты можешь. Давайте еще раз прочитаем существительные в этом столбике. Next one. Absurdity. Абсурдность, нелепость. Anonymity. Анонимность. Complexity. Сложность, запутанность, комплексность, многокомпонентность какой-то ситуации. Можно запомнить по словосочетанию комплексный объект, состоящий из многих разных элементов. Complexity. Curiosity. Любопытство. Generosity. Щедрость. Hostility. Враждебность. Антагонизм. Prosperity. Процветание. Sensitivity. Чувствительность, может быть, обидчивость, болезненная реакция, восприимчивость. We can say, for example, he is very sensitive to criticism, or we can say he has a high degree of sensitivity to criticism. И здесь тоже обратите внимание на правописание, несмотря на то, что в прилагательном у нас на конце немая и, sensitive, но когда мы добавляем суффикс I-T-Y, наш суффикс начинается с другой гласной. И в данном случае немую и мы уже не пишем sensitivity. То же самое у нас произошло с прилагательным hostile, враждебный. На конце у нас L-E, но при прибавлении суффикса I-T-Y мы ее уже убираем. Hostility. Давайте еще раз прочитаем слова в этом столбике. Absurdity. Anonymity. Complexity. Curiosity. Generosity. Hostility. Prosperity. Sensitivity. Два прилагательных и, соответственно, два абстрактных существительных, от них образованных, которые все часто путают. Conscious. Consciousness. Conscientious. Conscientiousness. Conscious – находящийся в сознании, или его антоним – потерявший сознание. Unconscious. We can say, after the accident, he was unconscious for one hour. Он не был в сознании в течение одного часа. Когда мы находимся в состоянии consciousness, мы способны воспринимать то, что происходит вокруг нас. У нас работают органы чувств. Мы способны мыслить. For example, if I come to the doctor, and the doctor asks me, well, do you have a strong pain in your foot? And I can say, well, I can't say it really hurts, but I'm conscious of it. Не могу сказать, что уж прям очень болит, но чувствуется. То есть я способна ощущать, что что-то происходит в ноге, но при этом еще не могу сказать, что это больно. Or another example, I entered the room, and there were only men in the room, and I was conscious of being the only lady in the room. То есть я отдавала себе отчет, да, я полностью осознавала тот факт, что я в комнате была единственной девушкой. Прилагательное conscientious и производное от него существительное conscientiousness обозначает ответственность, добросовестность, сознательность. Но сознательность, в отличие от существительного consciousness, больше в плане анализа своего поведения и того, как наше поведение, наши действия могут влиять на других людей. Conscientious и conscientiousness стоят как бы на ступеньку выше conscious и consciousness. Если очень грубо, то conscious и consciousness, оно короче и оно более базовое. То есть оно апеллирует к тому, в сознании мы или нет. Здесь не подберешь особо много разных красивых эпитетов, синонимов. Если мы становимся на ступеньку выше, наше слово становится длиннее, conscientious, и в языке оно используется довольно редко. Но одна из причин в том, что его сложно выговорить, его все вечно путают с базовым словом conscious, и вторая причина в том, что... Ну, зачем усложнять язык, когда можно подобрать широкую гамму синонимов? Responsible, hardworking, accurate, honest. Добросовестно выполняющий свою работу, честный, ответственный, исполнительный, аккуратный. Все это conscientious, conscientious student, conscientious manager or colleague or worker, conscientious leader. И еще раз медленно по слогам давайте прочитаем два этих слова. Следующая подборка абстрактных существительных с суффиксами meant и i-o-n. Adjustment может означать дополнение, поправка, изменение, например, в проекте или в документе. Или мы купили костюм и отдаем его парному на adjustment. I need to adjust my suit. Can you please make a couple of adjustments for me? Amazement – изумление, удивление. Discouragement – обескураживание. Уныние – когда мы отговариваем кого-то что-то делать. У него есть антоним, мы помним encouragement с приставкой e-n. To encourage – это наоборот, когда мы стимулируем человека к действию, подбадриваем, вдохновляем. Improvement – улучшение. Investment – инвестиция, вложение. Replacement – замена. For example, if you're planning a holiday, you need to talk to your colleagues and to decide who will replace you, who will become your temporary replacement. Retirement – отставка, выход на пенсию. Now let's read them once again. Achievement – achievement, adjustment, amazement, discouragement, improvement, investment, replacement, retirement. And some more simple words. Action – collection, combination, illusion, imagination, production, recognition, reduction. Recognition – это распознавание, ну или опознание. Часто используется в словосочетаниях voice recognition, face recognition. Новые функции, девайсов, да, которые распознают наш голос, распознают сетчатку глаза, отпечатки пальцев. И reduction – это сокращение, уменьшение чего-то. For example, during sales, we can have huge price reductions. Огромное понижение цен, скидки. Следующие группы абстрактных существительных с суффиксами – ship и dom. Apprentice – apprenticeship. Стажер, новичок, подмастерье или, может быть, кандидат. В бизнесе часто используют такое слово. Кандидат на какую-то позицию, которого еще не наняли, но при этом у него есть хорошие шансы. Apprenticeship – стажировка. Практика. И обратите внимание, прибавляем мы снова суффикс, который начинается с согласной буквы. Поэтому, если наше изначальное существительное уже заканчивалось на немую и, то ее мы оставляем. Apprentice – apprenticeship. Companion – companionship. Дружеское общение, компания, товарищество. Member – membership. Членство в клубе, например. Owner – владелец-хозяин. Ownership – собственность, владение, долевое участие в чем-то. Partnership – партнерство. Relationship – отношения, взаимоотношения. Apprenticeship – companionship. Membership – ownership. Partnership – relationship. Next group. Bo – boredom – скука. Freedom – свобода. Kingdom – королевство. Здесь обратите внимание на произношение king. Там носовой звук, когда задняя стенка нашего языка прилипает немножечко на секунду к небу и тут же отлипает. Получается звук ng. King – kingdom. Martyr – martyrdom. Мученик – мученичество. Или мучение, или мука. Star – stardom. Известность. Это может быть культ какой-то звезды, положение звезды. У актеров это может быть ведущее положение в театре, статусность, известность, слава. Также может переводиться как звездная болезнь, да, stardom. Либо мы можем сказать star sickness, дословно болезнь, да, sickness. Либо star fever. Fever – как лихорадка, но тем так или иначе все равно связано, да, с болезнью. И последнее – wise, мудрый, в слове wise на конце s-i. И несмотря на то, что читается звонко z, напишем мы на письме s. Wise – wisdom. Зубы мудрости, например, это wisdom teeth. And let's read them now once again. Boredom – freedom. Kingdom. Martyrdom. Stardom. Wisdom. Не старайтесь отчетливо произносить звук о, он редуцируется и становится таким слабеньким, вяленьким e. Boredom. Freedom. Kingdom. Martyrdom. Stardom. Wisdom. Следующая группа абстрактных существительных с суффиксами th и hood. Broad. Breadth. Широкий, в смысле широкий округозорья, округи общения. Не широкий в плане единицы измерения, да, широта, высота, глубина. Это будет wide width. Broad имеет более переносное значение. И прилагательное broad пишется с o-a в серединке слова в корне. И гласное o в корне переходит в гласную i, когда мы образуем абстрактное существительное. Broad. Breadth. Wide. Width. Deep. Удвоенное i. Depth. Long. Length. Strong. Strength. Warm. Warmth. Wide. Width. Здесь мы мягко произносим h и тянем звук ы. При этом звук ы в английском языке не круглый. Мы не округляем губы, как в русском звуке u. Губы растягиваются, и звук больше похож на, ну, такой стон, что ли. Adulthood. Совершеннолетие. Зрелость обозначает, ну, взрослую пару, да, взрослую жизнь, взрослое состояние. Brotherhood. Братство. Childhood. Детство. Motherhood. Материнство. Neighborhood. Соседство или район. For example, my neighborhood is very quiet. Мой район очень тихий. Manhood. Возмужалость. Мужественность. И раз есть man-manhood, то должно быть woman-hood. Женственность, женские качества, женская природа. Now let's read them once again. adulthood, brotherhood, childhood, motherhood, neighborhood, neighborhood, manhood, womanhood. И нам с вами осталась последняя группа абстрактных существительных с точки зрения того, как они образуются. Если во всех предыдущих мы с вами добавляли суффиксы, и слова получались очень уж громоздкими, то здесь все гораздо проще, суффиксов нет вообще. И все эти слова очень короткие. Anger. Злость. Faith. Вера. Luck. Удача. Sense. Может переводиться по-разному. Чувство, здравый смысл, значение. Когда мы, например, можем сказать It doesn't really make sense. Что-то это не особо имеет смысл. Believe. Вера. Fear. Страх. Principle. Принцип. Sight. Зрение, взгляд, точка зрения. Calm. Или еще есть вариант calmness. Спокойствие, тишина, умиротворенность, затишье. Humor. Humor. Rage. Ярость, неистовство, злоба. Speed. Скорость. Let's read them once again. Anger. Faith. Luck. Sense. Believe. Fear. Principle. Sight. Calm. Humor. Rage. Speed. И на последних пяти слайдах я собрала для вас в табличке наиболее часто используемые абстрактные существительные и парами к ним прилагательные, от которых они образовались, и перевод на русский язык. Attentive. Attentiveness. Attentiveness. Happiness. Popular. Popularity. Weak. Weakness. Equal. Equality. Hopeful. Hope. Resentful. Resentment. Wise. Wisdom. Affectionate. Affection. Excited. Excitement. Kind. Kindness. Secure. Security. Amused. Amusement. Graceful. Grace. Original. Originality. Stupid. Stupidity. На следующих двух слайдах вы найдете абстрактные существительные, которые являются синонимами друг другу. Animosity. Hostility. Astonishment. Amazement. Inquisitiveness. Curiosity. Inquisitiveness имеет больше оттенок пытливости. Например, inquisitive mind, intellectual inquisitiveness. Интеллектуальная любознательность связана с пытливым свойством ума. Fraternity. Brotherhood. Substitution. Replacement. Fame. Stardom. Decrease. Reduction. Обратите внимание, что у глагола decrease ударение на второй слог. У существительного на первый. To decrease. A decrease. Area. Neighborhood. Vision. Sight. Liberty. Freedom. Fury. Rage. Wealth. Prosperity. Слог. И на последнем слайде мы разберем с вами однокоренные группы существительных прилагательных глаголов и наречий. Content. Contentment. To content. Contentedly. Прилагательное content. Удовлетворенный, согласный, довольный. Contentment. Удовлетворенность, довольство, согласие. To content. Выражать согласие. Получать удовлетворение. Умиротворение. И наречие contentedly. Довольно, удовлетворенно. Next one. Argumentative. Argument. To argue. Arguably. Argumentative. Изобилующий, аргументацией, любящий поспорить. И наречие arguably небезосновательным. Empty. Emptiness. To empty. Emptily. Intense. Intensity. To intensify. Intensely. Satisfactory. Satisfaction. To satisfy. Satisfactorily. Sentimental. Sentiment. Sentimentalize. Sentimentally. Strong. Strength. To strengthen. Strongly. And that's about it for just now. Thank you very much for studying today. And talk to you again very soon. Bye for now. Bye for now.